Шавато. Это бывшая Херсонская улица. При Херсонской связала дорога на Херсон, на плодный мост через Днепр. Это был аристократический район. Здесь жили купцы первой гильдии, ювелиры, фабриканты, адвокаты и прочая публика. Чем эта улица знаменита? Вот здесь, в Одесский сад, назад посмотрите, пожалуйста, был театр-миниатюр. Так что свою деятельность Леонид Утесов, в этом театре-миниатюр. На этой улице были гостиницы Виктория, вот здание сохранилось. Далее гостиница Пальмира, вот здесь была. Далее были гостиницы Лондон, Эрмитаж, европейские номера. Вот гостиница Виктория, что писал один из постояльцев? Гостиница Виктория, и чем хуже, чем гранатель в Париже. Далее, ну, здесь жили ученые, Токучаев и Вернавский. Вот, как камеральные, я так сказать, их портреты, которые изучали почвы Полтавской области. Значит, в этом здании какие проживали знаменитости. Здесь жил литератчик Дуров со своей труппой. Да, и жил здесь шелом, литератчик писатель шелом Олегиншин. И многие-многие другие выдающиеся личности. Так, что вы сказали, ну, после оттятки переворота, здесь находился штаб Красной Гвардии. А здесь находился Граждан Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. А что надо сказать, после революции, надо сказать, тут находился печальный торгсинок этажин. То есть, торговля с иностранцами. Голодные годы, люди выкашли золото, серебро, платину, так, чтобы решать государственные проблемы. Значит, в годы войны эти здания были сгоревшие. Значит, потом были восстановлены. В этом здании жил замечательный человек, архитектор Шлапаковский, который сквозь жизнь спасал старый здание. Так он спас здание Кольского костела, где сейчас находится Украинская церковь Киевского Патерхата. Пытался спасти бывшую народную аудиторию. Но, к сожалению, построили швейную фабрику на месте прекрасного здания. В этом году были построены железнодорожный вокзал, речной вокзал, автовокзал. Парк Приднепровский и парк Юбилейный. Работал он до 7-7 лет, умер в возле 90 лет, оставив глубокий, так сказать, след в истории нашего города. Далее. Мы шли вот по улице Соборная, прошли мимо дома, где жил Мексон. Один из лучших офтальмолога не только в стране, но и во всем мире. Ну, кто такой академик Филату, думает, все знают, даже и молодые, да? Это был лучший в мире офтальмолог, делавший уникальный операция. Скажем так, человек слепой, кто-то ему хочет пожетать одним глазом. И он глаза пересаживал так удашим, что второй человек одним глазом мог видеть. Когда он ехал по одессе, он шофер, ехал на красный свет, красный свет его не касался. Такой это был авторитетный доктор. Так вот, к мече жил доктор Мексон, тоже офтальмолог. Когда люди прижали к мече академику Филату, слушайте, чего вы ко мне приехали? У вас же есть Мексон, он мне ни в чем не уступает. Так он назывался знаменитый академик. Да его брат был адмиралом, так сказать, на Балтийском флоте в 30-40-е годы. Когда он был оккупирован немцами, в леске селение было расстреляно. Но гибельскомиссар об этом докторе много знал. Дал приказ этого доктора не трогать. И когда он сменился в 1932 году, в своих «доброход» в кавычках, на случай новому гибельскомиссаре он был расстрелян в марте 1942 года. Такая печаль. Он тут работал. В 1995-м, 47 лет проработали с человеком. Но они провели некую черную неблагодарность. Продолжение следует...